Привет, дорогие сплетники. Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эс. И сегодня мы обсуждаем самые горячие, самые просто шокирующие сплетни новости. Это не просто сплетни новости, я принес все доказательства. Поговорим сегодня про диагноз, который поставили психиатры Дмитрию Медведеву. Поговорим про поздравление глюкозы Насти Ивлеевой и Джигана, всех защитников Родины. Поговорим про полнейший крах бизнеса Ивлеевой и про то ее публичное унижение на концерте в Москве, которое случилось буквально на днях. Поговорим о стареньких скелетах в шкафу Лейсан Утяшевый. Ух, там прямо волосики дымом встают. И, конечно, поговорим про безумие, что не выдает тело Алексея Навального. Все в сегодняшних сплетнях и новостях. Поэтому схватили свои стаканчики от блинсяга, налили до края в кофе. Нам будет что сегодня обсудить. Добьем немножечко про позорище Насти Ивлеевой, дорогие мои. Во вчерашнем нашем видео по этой ссылочке можете пройти и посмотреть, кто пропустил. Мы говорили про ее возможность, возможно, необходимость поехать на Донбасс, просить прощения. И вот сегодня у нас появилась информация, что налоговая заблокировала счета бизнеса Насте Ивлеевой по производству чипсов и газировки. Сообщают, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании «Коленки Пчелы», которая как раз и занимается производителем изи-пизи Насти Ивлеевой. Самой Насте там принадлежит только на самом деле 45% акций. Остальные владеют бизнесмены Паулис Виталиус и Алексей Клочков. Причина блокировки неизвестна. Она может быть связана с неуплатой налогов и штрафами и пеней, но там не такие большие штрафы и пеней на самом деле. Но у Насти Ивлеевой сейчас началась травля, назовем так, началась самая настоящая травля. И такое, знаете, немножко стыдное позорище, которое случилось буквально на днях. Она, значит, ушла в затишье после той самой громкой вечеринки. Обсуждали мы вот в этом видео, мои случаи можете пройти и посмотреть. И вот она впервые за долгое время опубликовала в своем телеграм-канале «Кружочек». Значит, она дала понять, что побывала на концерте донецкого рэпера Дмитрия Ом Пахомова в Москве. Но ирония там заключается немножко в другом. Он не знал, что она находится в зале и выдал ему следующую речь. Какое оскорбление, когда вот типа Ивлеевы приезжают в Донецк, чтобы обелить свою честь. Да вы что? Ну типа Олун. Это вы что? Сегодня буквально я увидел, увидел этот дождь. Это что вам? Стиральная машина? Луганск, Россия? Конечно. Россия, конечно. Там у вас не стиральная машина, ребята. Очтитесь. О чем вообще говорится? Окей. Слава России! Слава России! Слава Донецк! А, да. Какое оскорбление, когда такие типа Ивлеевы приезжают к нам на Донбасс. Значит, заявил он так. Настя Ивлеева сразу после его этой самой речи покинула. В срочном порядке, как утверждается. Зал, он не знал, что она была там. Он после этого самого концерта сказал. Если бы я даже и знал, что она находится в аудитории, я, возможно, бы, я сказал бы те же самые слова. Ну, знаете, как бы он сказал, мы не знаем. Но, по факту, Настя Ивлеева проглотила эту самую публичную оплюху унижения. Ну, считайте так, да? И написал вот это вот. Сила в делах. Дима, спасибо за концерт. Я не могу представить себе большего унижения, когда тебе плюют в лицо, тебя унижают, тебе блокируют твои счета. Тебе говорят, ты прокололась там, где она не прокололась. Ну, не прокололась. Она-то была обыкновенная вечеринка. Мы сто раз про это говорили. И нет. Все равно до последнего. Извините, пожалуйста. Вчера же было это самое 23 февраля. День защитников. Прости, господи. В Российской Федерации Настя Ивлеева написала следующий пост. Поздравляю всех защитников Отечества, тех, кто на фронте и в тылу. И, конечно же, наших ветеранов. Силы, здоровья, мирного неба над головой. Спасибо вам. Знаете, почему я смеюсь? И потому, что она написала это заявление. И она искренне каждый год это говорила. Потому что Настя Ивлеева плевать хотела и на защитников Отечества, и на силы и здоровье уных ветеранов. Она плевать тоже хотела. Настя Ивлеева, равно как и глюкоза. Публикует глюкоза этот. Днем защитника Отечества. Очень хочу поздравить моего папу и мужа с этим праздником. Они всегда для меня являются опорой и защитниками в семье. И, конечно, поздравляю всех, кто стоял на защите нашей Родины. Ребят, и одна, и вторая полностью отменены. И одна, и вторая плевать хотели на защитников Отечества и на это самое Отечество. Все, что они хотят сейчас, это получить какое-то, возможно, прощение. Они хотят получить прощение. Они хотят вернуть свою жизнь туда, как она была. Это чистая правда. И вот от этого лицемерия все мы отлично понимаем. Они далеки все от политики. А, смотри, Джиган все записал. Всем привет. Джиган на связи. Хочу поздравить всех причастных к военной службе. Пожелать стальной выдержки, энергии, терпения и мужества. Вы наши герои. А это Джиган записал поздравление, значит, тоже защитникам Отечества. Здоровый лоб. А, нет, извините. Здесь же немножко другое. Во-первых, у нас полуевреи, а во-вторых, у нас Джиган, на самом деле, многодетный отец четверых навалял по лавкам, а вроде четверымя по лавкам брать нельзя на войну. Но здесь очень хороший вопрос. Здесь очень хороший такой нюансик. По закону нельзя. Но все мы знаем. И с ВИЧ-позитивных брали, и с болезнями хроническими брали, и с семисемерыми по лавкам всех брали. Но Джиган, здоровый лоб, который не делает абсолютно ничего в этой жизни, стоял и поздравлял. Вот то самое лицемерие, когда все начинается идти на рельсы военного времени. Бизнес, шоу-бизнес, извинения. Давайте на Донбасс съезжу. На Донбасс она поедет. На какой Донбасс? Она вертела на этот Донбасс. И все это отлично знают. Но нет, давайте, впустите меня на Донбасс. Хоть дно. О, господи боженька ты мой. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях им. Утром у нас вышло очень серьезное гадание. Вот это вот самое гадание. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть на моем основном канале. Видео там выходит каждую субботу. Видео гадания на ситуацию с Алексеем Навальным. Бывает иногда карты сложно говорят, а бывает карты говорят вот просто сами. И они расписывают ситуацию. Там даже с вопросов, считай, задавать не надо. Я говорю, конечно, образно. Но именно так это все и получилось. Очень тяжелое гадание. Оно было необходимо. Потому что когда 12 месяцев назад мы говорили, вот, гадали на Алексея Навального. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Вы можете посмотреть, как мы за 12 месяцев я сказал, что Алексея Навального не будет. И вот сегодня у нас вышло совершенно ужаснейшее гадание. Кто уже посмотрел, интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Кто не посмотрел, посмотрите. Оно даже не спорное. Оно неимоверно печальное. И, знаете, безысходное. Безысходное. Ничего не поменяется, ничего не будет хорошо, ничего не будет легко. Все сейчас после этого самого понеслось. Тар-тарары. И я напоминаю, у меня вчера вышел вот этот вот вложик. По этой ссылочке можете пройти. Посмотреть, кому интересен папочка сплетников отрывят сплетен новостей. Подписывайся на мой влоговый канал. Там тоже интересно. Каждую пятницу у меня на моем влоговом канале свежие влоги. Иногда по средам о моем ювелирном бизнесе. Подписывайся, там тоже очень интересно. Боится Навального и после его с***, и после того, как вы... Нет такого судебно-медицинской экспертизы, которая проводится в течение двух недель, не существует. Просто отвратительно наблюдать, как нам бедной пожилой женщиной продолжают издеваться люди, которые совсем недавно у*** ее сына. Кем надо быть, чтобы шантажировать 70-летнюю женщину, прилетевшую через полстраны за телом у*** его сына? Политика здесь уже абсолютно ни при чем. Это просто античеловеческая деятельность. Верните тело Алексея Навального его родным. Мы все требуем. Тело Алексея Навального должно быть передано его матери без условий и без промедлений в соответствии с законом. Путин, имей совесть. Отдай матери тело сына. Потому что воистину это твой последний шанс. У любого издевательства есть предел. Не расчеловечивайтесь. Отдайте тело матери. А это, дорогие мои, известные россияне. Очень часто те россияне, которые уехали из России, потому что им всем грозит, наверное, тюремный срок. Записали видеообращение. Значит, они требуют от Путина отдать тело Навального. В нашем, повторюсь, вчерашнем видео мы говорили на... Это абсолютно сюрреализм. Только представьте. Мать, мать Навального. Пожилая женщина. Ей за 70 лет. И все, что она хочет сейчас, все, вы, вы, все, что вы хотели, господин Путин, вы добили своего. Вы уничтожили Алексея Навального. Все, что хочет мать сейчас его, просто отдайте ей тело. Отдайте, чтобы она могла его похоронить. Это ее сын. То, что сейчас происходит, это не подходит ни под его статус экстремиста. Это не подходит ни под его какие-то уголовные, выдуманные, высосанные из пальца сроки. Это не подходит ни подо что. Это просто называется издевательство и унижение абсолютно бесчеловечное над женщиной, у которой забрали, отправили на тот свет собственными руками и не отдают просто сына. Вы только представьте, мне говорят, а какие там законы у нас нарушаются? Вот что там у нас нарушается? У нас все хорошо в России. Ребят, упаси боже, вы вот на полинча, да, вот на два с половиной сантиметра высунетесь из толпы, с вами сделают, что захотят. И не конституция ваша, которой подтереться можно, ни ваши законы вас не спасут. Все адвокаты Алексея Навального или уже под стражей, или сбежали из страны. Мы говорим про адвокатов. То есть он даже адвоката не помог. А здесь матери не отдают ее сына. Как вам такое? Абзорбируйте немножко, да? Сюрреализм, лютейший сюрреализм, то, что мы сейчас видим в происходе новостях. Просто поставьте себя на ее место. Вот представьте, что может ощущать мать, да? Кошмарная ситуация. Интересно, послушайте, ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Жуть. Ну, конечно. Все, наверное, интересно, что у меня за такой восхитительный мишка. Ребят, это у нас вот такая вот красотища. Немыслимая красота. Все у него двигается. Все это вручную и сделано. Ребят, это невообразимо красивая вещь. Это у нас поддержка малого бизнеса. Кто не знает, что такое малый бизнес, поддержка малого бизнеса, это вы, дорогие мои сплетники, бизнесмены, которые присылаете папочке сплетников, то, что вы продаете и производите. Мы с огромным удовольствием здесь, это на нашу огромную аудиторию, знакомые на нашу аудиторию с тем, что вы продаете и производите. Здравствуйте. Очень все красиво. Меня зовут Ирина. Я проживаю в Великобритании 16 лет. Сама я из Латвии. Ну, практически зема. Девочка моя. Я сдаю уникальные коллекционные игрушки в стиле Тедди. Каждая выкройка создана мною. Каждая деталь сшита вручную. Все мелкие элементы декора сделаны вручную. Такой работы не будет больше ни у кого. Вы единственный обладатель этих работ. Все игрушки шьются из итальянской и немецкой вискозы. Набиты игрушки ароматными натуральными опилками. Голова и конечности подвижны. Прикреплены специальными креплениями. Каждая моя работа наполнена любовью и музыкой души. Высылаю мои работы по всему миру. Упаковка максимально органическая. Купить мою работу можно на Etsy или напрямую через инстаграм. Медведица для Антона. Обожаю вас. И рекламы. Волшебный птиц. Шутя так называю. В рамке. Подарок для милейшей обаятельной мамы Анжелики. От которой я просто без ума. Люблю вас. Также предлагаю магнитикой для холодильников подарок. Ручная работа моя. Сделана из глины. Спасибо милая моя Ирина. Спасибо моя зайка. Ты неимоверно талантливый человек. Это просто восхитительно. Вы знаете это из серии вот эти вот немецкие медведи. Это классика вообще. Вот это вот игрушки. Это вот в этом стиле настолько красиво сделано. Настолько шикарно вручную сделано. Просто восхитительная медведица. Спасибо милая моя. И я обязательно передам моей маме ворона в рамке. Это абсолютно ее эстетика. Это просто срезонируется ее ведьмовской душой. Спасибо радость моя. Обязательно оставлю на Ирочку из Латвии живущая сейчас в Англии. Ссылочку на все ее Etsy на инстаграм. Ребят, переходите, радуйте себя действительно уникальными игрушками. Это конечно коллекционные вещи. Это конечно не игрушка, это коллекционные вещи. Спасибо радость моя. Это будет просто на самом лучшем месте. Потому что игрушка действительно супер крутая. Восхитительно. Кто хочет, чтобы мы прорекламировали ваш малый бизнес, пишите ему мою ассистенту Екатерине. Она обязательно организует пересылку. То, что вы продаете и производите. Мы абсолютно бесплатно нашу огромную аудиторию опубликуем вас. Познакомим нашу огромную аудиторию с тем, что вы делаете. Знаете, интересная новость пришла. Новость старая. Пишет редактор в моем телеграм-канале. Кстати, обязательно подписывайтесь на мой телеграм. Там у нас очень интересно. Там у нас просто реально круто. Интересные новости. Как-то новость прошла мимо нас, пишет наш редактор. Мать Лейсан Утяшевой Зулия ушла к праотцам на следующий день после допроса о хищении. 24 миллионов рублей. Кучи инфы на просторах интернета. Причем Лейсан тоже в этом деле замешана. Они вместе с мамой разводили человека. Мать, значит, была там, я так понимаю, акремация, но ни скорая, ни ЗАГС не подтверждает ее кончину. Дело мутное. Здесь у нас, конечно, понеслось вот это вот прямо теории вокруг ухода ее матери на тот свет. Грузинского бизнесмена вроде как они разводили. Это старая новость. Там еще бешеная BMW 600 и меховая жилетка. Я не понимаю вообще, о чем речь. О чем ведется речь. Но нам там написали много. Она в каждом интервью, конечно, оплакивает свою мать. Говорит про депрессию, как ее воля выводила из нее и так далее. Неужели будут прямо так в наглую врать? То есть у нас начинают сомнения. А не была ли инсценировка с уходом матери Лейсан Утяшевой? И дальше мне пишут. Там уголовное дело на них было заведено вроде бы на мать. Кто бы мог подумать, пишут наши сплетники, такой себе простушечка из села позиционировала. А мне интересно, а что за ситуация с хищением 24 миллионов рублей? И что за допросы? И что за уголовные дела на маму Лейсан Утяшевой? Вот это мне просто интересно. Вы знаете, давайте сейчас я слышу уже, как вы начинаете строчить об ушедших или хорошо, или вообще ничего, кроме правды. Если мы будем правильно дополнять это самое выражение. Здесь вопрос немножечко в другом. Лейсан Утяшева, для меня вот эта новость, это старая какая-то новость абсолютно, да? Она для меня как гром среди ясного неба, потому что я знаю максимально неинтересно ни пара, ни Лейсан Утяшева, ни ее муж Павел Воля. Вот мы про него, кстати, не так давно гадали по этой ссылочке, можете пройти посмотреть, кто пропустил. Но для меня они всегда казались крепкой парой. Это правда. Это вот тот имидж, который они проецируют. Для меня они всегда казались очень работоспособными людьми. Я даже рядом не мог предположить, вот в этой ситуации, что там были какие-то уголовные дела, вымогательство денег, какие-то серьезные какие-то проблемы. Такого толка? Я про это вообще не мог, даже не мог себе это предположить. Абсолютно шокирует меня эта информация. И вот знаете, опять же, когда ты смотришь на Лейсан, красавица, душечка, миленькая, хорошенькая, улыбчивая, всегда максимально правильная. Знаете, есть такое хорошее выражение. У каждого миллионера ты можешь спросить отчет за каждый цент, и он тебе даст этот самый отчет, кроме первого миллиона. Как он заработал свой первый миллион. Поэтому мне очень интересно узнать, что за тема, что за мутная тема у хорошей матери и великолепной жены Лейсан Утяшевой и безутешной дочери, да? Что за уголовные дела и что за миллионы и миллионы рублей вымогательств. Вон когда в тихом ом эти черти водятся. Прямо для меня это была новость. Для кого-то, видимо, это старость, а для меня это самая настоящая новость. Кто что знает, давайте перетрем хоть старенькие, но косточки. У нас здесь нет такого, что только свежее, свежее. Ничего такого мы здесь не делаем. Помните, мы обсуждали новость про рэпера Макана? Макан, рэпер Макан. Это вот в этом видео, по этой ссылке можете пройти и посмотреть. Я не знал этого рэпера, ничего не знал. Но меня шокировало, как огромное количество женщин. Шокировало его размышления о субординации, которую должна соблюдать женщина. Которая общается с мужиком. Про мужика Маган 22-летний сопляк, который только-только оперился. Но уже стал серьезным рэпером. И который стал сразу топить за правильные семейные ценности, да? Но уже какая-то женщина, которая к нему должна подходить. Она этого сопляка должна оценивать. И разговаривает с определенной субординацией. С этим вот не пойми нечто, да? Но интересный момент у нас появился. Я думал, так все это проглотит. И публичные люди не прокомментируют эту ситуацию с этим рэпером Маканом. Звезда Ворониных, Волкова, уличила рэпера Макана в двойных стандартах. Она интересную мысль сказала. И вы знаете, вот здесь я согласен с каждым словом. Я саму ее не очень хорошо знаю. Я Ворониных никогда не смотрел. Но кому-то нужна такая, если ты сейчас не в отношениях, поскольку ты погуляла. Тысячи отношений у нее было. Если она хочет карьеру и прожить жизнь, как зажигалка, просто получить эмоции и дальше непонятно что, то это ее вариант. Никто пусть не осуждает. Пусть 40 не офигеет. Только это была его цитата. На что она ответила. Расскажите мне, пожалуйста, и здесь она абсолютно права. Кто из артистов, футболистов и других медийных парней, представителей молодежи, встречается с простой девчонкой, уделяющей время учебе, имеющей принципы, воспитание и все то, что она должна кому-то. Например, тому рэперу Макану. Почему они все женаты на дубайском типаже? Абсолютно логичный вопрос, который меня также вводит в ступор. Почему? Вот мы сидим здесь, рассуждаем о правильной жене, которая должна иметь в какие-то в светском государстве, в православном государстве, должна иметь какую-то субординацию, прости господи, чтобы с ним разговаривать. А ты кто? И звать тебя как? Ты кто вообще нарисовался? Или что у нас есть? Блин, баклажан, то с собой надо только субординация и отряхивай ножки. Она отметила, что молодые люди хотят найти себе приличную девушку, в кавычках, да? А сами ходят в клубы, кальянные и приложения для быстрых знакомств. В итоге девушки меняют свой образ жизни и внешний вид, чтобы быть конкурентно способны. Чистая правда. На кого вы сами подписаны? Кого лайкаете? Разве это не пошногрудные и попастные модели певицы в купальниках? Да даже на моем примере, когда стараюсь размещать интеллектуальный контент, рассуждающие посты никому не нужны. А стоит выложить фотку в купальнике с морей или с глубоким декольте, тогда и лайки, и все что угодно. Так заявила сама Волкова Екатерина. У меня присылается интересная информация от Пташки. Да, то есть он, Макан, рэпер, да, он рассуждал, чтобы даже Екатерина Мизулина похвалила за правильные семейные ценности, которые он толкает в массы. Антон, привет. Насчет Макана. Весь такой правильный и по семейным ценностям. Пташки, это вы, дорогие мои сплетники и сплетницы, которые пишете в директ моего Инстаграма или Телеграма. Вы остались анонимными, с огромной благодарностью это все здесь обсуждают. Есть такой правильный и по семейным ценностям. Но эскортом не брезгует, пишет мне Пташка. Вызывали нас после концерта в Минске в отель. Я на тот момент даже не знала, кто это. Узнала только после. Показался максимально неприятным и отталкивающим. Возможно, был уставшим, конечно. Но впечатление полностью совпадает с той ахинеей, что он несет. Платить сразу не хотел. И мы стали требовать свое. Стали качать права. Ему это не понравилось. В общем, мы ушли в номер с его менеджером. И он остался со старой и колхозной расстыней. Зато она молчала. Интересно, правда? Давайте сейчас расставим все точечки над И. Вот возьмем каждого триединопресвятого, православного человека, мужика, толкающего за... Давайте челлендж устроим. За правильные семейные христианские ценности в контексте скриптской России. Давайте устроим этот челлендж. Вот давайте вы нам киньте любого самого праведного, самого святого, самого просто великояпной репутации. Найдите нам такую. Я вам гарантирую, в 100% из 100, что мы накопаем на него, с кем спал, сколько платил, сколько же он на стороне и сколько денег на это все спускает. Сколько вдыхает, сколько выпивает и сколько жирает. Святых нет. Но у нас не было бы проблемы ни к одному рэперу, если бы только он сам себе не противоречил. Ты хочешь себе православную хорошую девочку, сам снимая, прости господи, череду эскорта в Минске? Я уверен, вот сейчас я задаю вопрос. Кто еще спал с этим красавцем? Сколько он платит, да? И что любит? В кое-ка месте. А давайте порассуждаем. Не, ну а что? Он сказал, он за правильные семейные ценности. Мизулина его хвалит. Давайте удивим всех, кто разделяет его семейные ценности. И давайте удивим Мизулину. К очередной раз обвалялась, поставь не на ту ковыляющую ложь. Лицемеры, а женщины, девушки, если не хотите иметь дубайский типаж, в этом случае, в этом тяжелом мире патриархата, не ставьте, не делайте ставку на мужика. Да, работайте, развивайтесь, обучайтесь, потому что вы сама, скорее всего, будете в поле воин. Может быть, будет исключение. А может быть, исключения не будет. Но просто, опять же, хороший вопрос, да? Если у тебя дубайская внешность, и ты вот просто на все 10 из 10 отвечаешь анцепту дубайской девушки, много у них счастья. Многие выскочили замуж хорошо. Многие устроили себе жизнь надолго. Да, может быть, заработали на квартиру другую, что тоже суметь нужно, да? Здесь мы не будем умалять их возможности, вот эти вот потуги, жить лучше. Но, опять же, насколько все они счастливы. Давайте, знаете что? Я хочу посоветовать шикарнейший сериал. Я его просто вот пожираю. HBO. Почему вы не выставляете полностью сериал, как делает Netflix? Конечно, я здесь говорю про Трумэн против лебедей. Вражда. Второй сезон. Про богатую элиту светских львиц, socialite, лучших женщин того времени, да? И Трумэн, которого они обожали, и который сливал все их грязные детали. А детали было грязно. Просто не перелопатить. И если бы вы знали, и здесь мы говорим не только на биографическом фильме вражда Трумэн против лебедей. А в принципе, знали бы вы, как плачут богатые и сильные мира сего, запивая вином и все свои беды и горести. Я понимаю, лучше плакать во лимузине, чем смеяться на велосипеде. Я знаю эту теорию. Но если вы думаете, что у них все хорошо, как же вы сильно ошибаетесь, милые мои дамы и господа. Я слушаю ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза. Потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с Соединенными Штатами Америки. Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в Российской Федерации. Медведев буквально на днях заявил, что Киев и Одесса – это русские города. И Евросоюз моментально отреагировал на это. На преду Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву, который заявил о необходимости захватить Киев, поскольку от этого города якобы исходит угроза существованию России, следует обратиться за помощью. Психотерапевта, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Станов. Отвечая на вопросы журналистов, он как раз заметил, что обычно в ЕС не комментируют странные высказывания людей, которые отчаянно пытаются привлечь к себе внимание, особенно если они вечно являются номер два. Цитата. И хотя это замечательно, что упомянутое лицо публично транслирует свой диагноз, касающийся состояния у психического здоровья, единственное, что здесь можно сказать, это порекомендовать консультации и помощь специалиста. Так заявил Станов. Забавно, правда, да? Видите, ребята, вы живете в стране, это констатация факта, это не втирая соли в раны, которую управляет преступник, международный преступник, который официально Путин объявил в международный розыск. А номер два у Путина, это человек, который, вот я уверен, если психотерапевт или психолог послушает речь Медведева или почитает его, понимаете, это человек номер два, у которого, если зайдете его в Телеграм, там один сплошной мат. Идет просто мат, да? То есть вы понимаете, вашей страной управляет преступник, официально он объявлен в международный розыск. А второй, это человек с серьезным психическим заболеванием, который требует, скорее всего, амбулаторного лечения в серьезной психиатрии. Ядерная держава в руках вот этого всего. Как вам такая клоунада? Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. И, конечно, не устаю благодарить вас всех за донаты. Благодаря вашим донатам на этом канале видео выходит каждый божий день. Если вы можете кинуть нам донат через... Супер спасибо, это маленькое сердечко прямо под видео. Я вижу каждого, кто кидает нам донаты. Я каждого благодарю лично. Если вы не можете кинуть донат через... Супер спасибо. Вы всегда можете кинуть донат через Boosty. Как это сделать, ссылка будет в описании. В описании к этому ролику. Кидая донат через Boosty, вы всегда получаете обратное видео. Поздравление маленькое видеооткрытка. Поздравление с днем рождения, с годовщиной. Просто привет от Антона Эс. Я лично специально для вас записываю минутное видео. Благодарю и поздравляю там как... Наш форум благодарен за ваши щедрые донаты. Ну и конечно, если вы живете в свободном мире в Америке или Европе, прошу вас, пожалуйста, не пропустите хотя бы парочку рекламных интеграций. Вот это вам вообще ничего не стоит. Буквально минута вашего времени в прямом понимании этого слова. Это очень поможет нам. Производство видео на этом канале каждый божий день. И конечно, не забывай, милые мои, что у нас есть наша замечательная инициатива помощи бездомным животным. Поддерживайте волонтеров, поддерживайте приюты, непроходимые страдания братьев наших меньших. Мы просто шикарнейшие люди на этом канале, милые мои. У нас крутое комьюнити, которое доказывает всему миру каждый божий день, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости до сегодня. Спасибо всем, кто нашел 25 минут в вашем сложном графике на общение с папочкой сплетников. Я вас обожаю, сплетники. Берегите себя. Всем хорошей заботы. Тусим. Открыли бутылки шурнала и начинаем тусить. Мы это заслужили. Всем хорошего вечера. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...